Добрый день, уважаемые друзья! Мы сегодня находимся на территории бизнес-центра, что рядышком с метро Повелецкая. Здесь есть потрясающий, на мой взгляд, уникальный ресторан, кафе, буржуа. Итак, плюсы. Метро Повелецкая, внутри бесплатная парковка, машина у вас не эвакуирует, можете не беспокоиться, также можно ее оставить на ночь, и потом вы ее с утра можете забрать. Два независимых зала, большой зал до 156 человек, и он трансформер, это важно. 3,5 тысячи рублей на человека, нет простого сбора и свой алкоголь. И также мы поговорим совсем-совсем скоро с шеф-поваром ресторана, кафе, буржуа. И он вам расскажет, даст несколько советов. Управляющий кафе-ресторан Буржуа Николай в качестве бонуса всем, кто увидит этот видеоролик, презентует аудиоаппаратуру и проектор с экраном бесплатно на время проведения мероприятия. На мой взгляд, это очень неплохой бонус. И мы внутри кафе-буржуа. Мы находимся сейчас в самом большом зале. Это один из двух залов кафе. Он рассчитан на 156 человек. Вы можете видеть, он полностью открыт для вас. Зал-трансформер – это его уникальность, потому что любая компания здесь будет чувствовать себя уютно. И, как говорим мы, ведущие, не утонет. С помощью вот этих шторок мы можем отрегулировать пространство, и вы будете всегда себя чувствовать уютно здесь. Рядышком с этим залом находится зал чуть-чуть поменьше. Давайте пройдем в него. Хотелось бы отметить, что зал довольно-таки необычной формы. И из-за этого посадка здесь, возможно, не больше 25 человек. Хотел бы также отметить, что в зале также есть плазма. Если у вас есть какие-то моменты, связанные с видео-перформансом, видео-инсталляцией, то вы можете здесь спокойно это все продемонстрировать, не добавляя своего оборудования. Друзья, мы находимся в зале веранды. Рядышком со мной находится управляющий кафе Николай. И сейчас в совершенно непринужденной обстановке, в дружеской беседе. Я задам ему, как обычно, несколько камерных вопросов. Николай, как я это люблю делать? И первый вопрос такой. Если я хочу здесь провести какие-то деловые переговоры. Ну, вот у меня есть такая возможность. Я знаю, что здесь очень вкусно кормят. Мы сейчас познакомимся с шефом Александром. И какие есть у меня для этого возможности здесь, для того, чтобы успешно провести переговоры? Да, возможностей на самом деле несколько. Само место расположения, центр. Буквально там 10 минут от садового кольца. Это раз. Во-вторых, ну, Wi-Fi, само помещение, тихо, уютно, спокойно. В-третьих, парковка для гостей нашего заведения бесплатная, что очень маловажно. Ну, и сама атмосфера. Отлично. Если я хочу здесь провести какой-то праздник, юбилей, корпоратив или свадьба, то стоимость банкетного меню на человека сколько? У нас в среднем 3,5 тысячи рублей на человека. Алкогольные напитки заказчика полностью. Без пробки, без зареги. То есть пробкового сбора здесь не существует. Соответственно, дорогие друзья, помните, что скрытых платежей здесь нет. Это очень важно. Если, да, ну и, наверное, напомним также, что не только во время деловых переговоров, но и во время каких-то праздников, банкетов, свадеб, можно бесплатно припарковать машину. Ну, все вышекречисленное действует, в принципе, для всех гостей нашего заведения. А можно ли оставить машину на ночь? Мы, предположим, я не хотел пить, решил выпить, и так получилось, что хотел бы ее забрать. В принципе, это возможно. На следующий день до 3 часов желательно ее забрать. До 3 часов. И дальше просто пойдет счетчик. Отлично. Хорошо. Возможно ли то, что осталось на столе, упаковать и в ланчбоксы, и переместить вдруг, например, какой-то юбилей, никто не сможет поднять всю такую тяжесть и переместить в машину. Это не проблема, это совершенно нормальные услуги. То есть, все, что гости хотят забрать с собой, они имеют право забрать с собой. Мы в этом готовы помочь всячески. Николай, сколько лет ты уже в этом бизнесе? Ну, да, почти лет 18, наверное, сколько-то 20 лет. И если не ресторанный бизнес, то какой? А ты знаешь, я пытался уходить в другой бизнес, у меня было очень много разных направлений. Я тебе хочу сказать, что достаточно успешно, я, в принципе, добивался того, чего хотел, но все равно ходил. Но не мое, мне нравится мой бизнес, я люблю свою работу. Друзья, человек, который на своем месте. Николай, спасибо большое. Здесь мы сделали несколько салатов, которые, ну, якобы недорогие, по меркам нашего заведения. То есть, да, в плане из тех продуктов, которые есть, то есть мы подобрали, там, давай салат ремини. То есть, да, это жареные баклажаны, это все кляри, то есть, да, там, овощи, еще там, цукини, шампиньоны. То есть, миксоват, замешанный в салу с песком. Всем понятный, простой вкус. То есть, да, дальше мы можем добавлять в него то, что там, креветки давайте добавим, там, не знаю, там, тальмары жареные. Ну, это, опять же, на смотрение гостей. Опять же, есть там майонезный салат, там, оливье, ну, оливье с семгой сделали, икрой топика. То есть, несколько отошли от классики вот этого приготовления. То есть, подаем там в корзинке, да, как бы тоже банкетная история. Ресторан твоей мечты, как бы ты его представил? Да, я говорю, тебе особо недорогую кухню, допустим, да, с элементами какой-то. Где-то молекулярка, где-то что-то еще. Но в основном бы сделали упор на какой-то мангалы, хосперы и так далее и тому подобное. Потому что мы, люди, 2000 лет ели, грубо говоря, с огня, а тут мы начали есть с плит, с газа и так далее и тому подобное. То есть, не знаю, это уже геном просто у нас. Поэтому мясо приготовлено на плите, то есть, да, жареное там масло и так далее и тому подобное. Кардинально отличается на том, что мы приготовили себе на углях, либо там какие-то инновации, то есть, да, просто закоптили, прикоптили, дали дым. То есть, совершенно вкус разный. И само восприятие всего этого относятся люди по-другому. То есть, да, можно сделать альтернативный кусок мяса, да, недорогой. То есть, да, наезды там 200-300 грамм. Вот я не так давно столкнулся с небольшой сетью ресторанов, у которых такая очень интересная политика. Она мне показалась интересной. Что на банкеты они от меню, они разрешают только свой алкоголь, но дают очень хорошую скидку. При этом ресторан в любом случае зарабатывает свои там 20-30% на оценки на алкоголь. В то же время идет оборотка алкоголя. Это, как ты считаешь, вот это здравое вообще зерно или как? Вот лечит по твоему мнению. Потому что, на мой взгляд, довольно глупо. Люди приходят в ресторан кушать и привозят с собой алкоголь. Потому что, помимо еды, в ресторане было бы неплохо попробовать интересные напитки. Может быть, даже спиртные напитки собственные из изготовления. Подождите, тут есть такая история. Даже если мы приходим в ресторан, мы просим в первую очередь меню, мы смотрим, рассмотрим. Потом мы спрашиваем уже про алкоголь. То есть, мы выбрали меню, и под это меню мы смотрим, какое у нас мероприятие. Кому нужны водка, виски и так далее и так далее. Если говорить о скидках, то есть о больших заведениях покупают именно под вас. То есть, я это приветствую, на самом деле. По одной простой причине, потому что есть акцийские. Тем более, сейчас это все упразднили в плане. То есть, каждая глуполка проходит через Тверхаус, где это все называется. Ну, общую... А? Эгоист. Через А, ну, системный эгоист. Она проходит, то есть, она везде фиксируется. То есть, в любом случае, это можно достать и посмотреть. Дальше, как сертификация продукта. То есть, у тебя мясо пришло, то мясо натравились. То есть, соответственно, ты поднимаешь сертификат, сертификат был. Ты смотришь партию мяса. Ты отправляешь его на экспертизу. То есть, да, если что-то находит... Бывают случаи, то, что вот приходит тунец. Ест один человек, он краснее. Второй человек есть краснее. Отправили на экспертизу. Там очень высокое содержание каких-то... То ли металлов, то ли непонятно что. То есть, соответственно, как бы уже подается компания. То есть, да, извините, что это произошло. По вашей вине, не по вине ресторана. То есть, иначе это как бы пятно падает на ресторан. То есть, меня там отравили, как бы это, понимаете. Да, есть гости вообще интересные, на самом деле. Звонят через 3-4 дня. Мы, говорит, у вас все отправились. Господи, у вас прошло 3-4 дня. Вы звоните хотя бы на следующий день. Мы хоть какие-то меры будем принимать. То есть, это приветствуется. Там понятно, что никогда не молчите об этом. Потому что это и заведению, как бы, большой минус. Не дай бог кто-то съест еще что-то. Либо просто избавиться от этой партии. Потому что случаи бывают разные. Поставка мяса, там, не знаю, халатность повара, в конце концов. Вот. Что касается еще алкоголя, то есть, да, ну, уже тут на свое усмотрение. То есть, если ресторан позволяет, как бы, да, он в любом случае заработает. То есть, он продаст вам это, он посадит вас. Они в любом случае, там, спрашивают, там, нужно вам, не нужно. То есть, в любом случае, это вам предложат. Если у вас будет свой алкоголь, да, хорошо, ради бога. То есть, берите, привозите. То есть, как бы, мы только за. То есть, ну, потом тоже есть такие нюансы, когда по поводу вот этих отравлений. То есть, есть куча знакомых, то есть, да, которые отработают в Дьюти Фри. То есть, мы это все помним. Якобы, то есть, на этом приходят эти с наклейкой Дьюти Фри. Но не факт, что это идет оттуда. То есть, ну, как бы, люди, вы должны понимать. То есть, да, и, ну, раз ты там берешь и Дьюти Фри, ну, это, на самом деле, какая гадость. То есть, ты ее открываешь, и она, там, пахнет этиловым спиртом, когда, там, вот, Пискер, Этвлэйба, Самая подделанная марка, Джек Дэннилс, такая же история, и так далее, и тому подобное. Если у вас есть какая-то проверенная с акцистами, пожалуйста, приводите, ну, не берите какую-то там историю, в плане вот именно под этот банкет, лучше поберегите своих гостей. Закажите, попробуйте через фирму, чтобы у вас какие-то были документы, чтобы потом это можно было все оскорить. Друзья, и для всех тех, кто посмотрит это видео от кафе «Буржуа», есть уникальное предложение. Какое? Ну, всем нашим заказчикам мы можем предоставить свет, звук и проектор бесплатно. Свет, звук и проектор бесплатно. Для этого нужно посмотреть ссылку на контакты Николая Ниже под видео и позвонить, и сказать, что вы это все видели. Всем успехов! Bye-bye! Друзья, а это рубрика «Лайфхак», в которой мы с моим другом Романом будем давать вам советы, которые помогут вам в организации вашего события. И первый мой лайфхак к вам такой. Если вы только задумываете сделать какое-то грандиозное событие или праздник с участием ведущих, то, конечно же, займитесь этим вопросом в самом начале. Потому что ведущий – человек, который поможет вам избежать кучу ошибок и сохранить массу денег. Ну что ж, если вам понравился наш первый выпуск, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии, критикуйте нас. И в скором будущем мы ведем рубрику «Вопросы и ответы» по итогам того, что вы нам будете писать. Будем надеяться, что наш канал вам понравится и поможет. Всем успехов! Всем пока! А мы работаем! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok